О самых заметных событиях в стране и в мире расскажем в ближайший час. Смотрите новости. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. 1 июня в республике начинается купальный сезон. Но несмотря на то, что до официального старта еще осталось два дня, многие жители успели воспользоваться теплыми деньками. Как правило, чаще всего стихийные пляжи появляются в запрещенных для купания местах. Не случайно только в мае в столичных водоемах утонули 5 человек. Чтобы не допустить новых трагедий, ежедневно сотрудники ДЧС осматривают набережные и разъясняют жителям самые элементарные правила поведения на воде. 66-й на Сильвере выезд на флот 1 в гост. Дархан Смагул патрулирует столичную набережную с утра и до позднего вечера. Признается, что с установлением теплой погоды не раз встречал жителей, купающихся в запрещенных местах. Сегодняшний день не стал исключением. Молодые люди признаются, что из-за жары им захотелось окунуться в реку, но о последствиях они даже не думали. К счастью, на этот раз юноши отделались всего лишь памятками и разъяснительной беседой. Спасатели напоминают, купание в запрещенных местах может обернуться трагедией. Спасатели рассказали нам о правилах безопасности на воде, вручили памятки. Купаться в запрещенных местах больше не будем и другим не советуем. Это очень опасно. А эту плотину в районе газовой аппаратуры уже давно окрестили суровой. Ежегодно только здесь погибают до пяти человек. Чаще всего жертвами становятся рыбаки. Ради улова они забираются на каменный подъем. Оттуда с ног их сбивает быстрое течение. Со слов очевидцев, все происходит в считанные секунды. Я живу в этом районе почти 20 лет и каждый год вижу, как здесь погибают люди. Довольно часто тонут отдыхающие, которые не соблюдают простых правил безопасности. Тем более здесь же запрещено купаться. С начала года вода уже унесла жизни больше 80 человек. Четверть из них дети. А ведь купальный сезон еще даже не начался. Особое внимание хотелось бы уделить детям. Бывают и дети несовершеннолетние приходят без сопровождения родителей. Купаются, никто за ними не следит. Мы в ходе профилактики рассказываем, как быть вообще, где купаться можно, как себя вести на воде. Ну, некоторыми лицами это принимается, некоторые игнорируют. Патрулировать водоемы и набережные спасатели будут до конца лета. Хотя в столице всего лишь один санкционированный пляж в городском парке. Но пока он пустует. Не заходить глубоко в воду, если не уверен в своих силах. Не переплывать водоем. Не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Правила простые, но они могут сохранить жизнь. Составьте свою памятку, покажите ее детям. Ведь это важно сделать не только для собственной, но и для общей безопасности. Сабина Балашкина, Ермек Кенчимбек, Хабар, 24. Павлодарцев будут штрафовать за купание в запрещенных местах. Административное наказание окоснется злостных нарушителей. Сумма штрафа 2 МРП. Соответствующее постановление вынесли в Акимате области. Там же конкретно определили 17 коммунальных пляжей. Остальные же места, где люди пожелают купаться, считаются стихийными. С открытием купального сезона эти потенциально опасные места полицейские начнут патрулировать. Сначала будут предупреждать, а потом применять меры административного взыскания. В прошлом году в регионе на воде погибли 24 человека. 8 из них дети. Как правило, основная причина смерти – алкогольное опьянение. Почти все несчастные случаи произошли в необорудованных для купания местах. Но даже с началом сезона спасатели не рекомендуют купаться. Сейчас вода в РТШ еще холодная. Температура чуть выше 15 градусов. Согласно 364 статье, то есть уже Кодекс административных правонарушений, купаться в местах, где установлены запрещенные и предупреждающие знаки, запрещено. Сейчас данным акиматом городов и районов проводится работа по установке данных знаков. После чего нами будут проводиться рейды и уже будут привлекаться к административной ответственности те, которые купаются в запрещенных местах. С началом купального сезона на усиленный режим работы перешли и спасатели Шымкента. Главная цель – профилактика несчастных случаев на водоемах. О том, какие меры для предотвращения трагедии на воде предпринимаются в городе, расскажет Алибек Бышулинов. В Шымкенте под особым вниманием спасателей более 20 бассейнов и аквапарков. А также все места отдыха расположены на берегу четырех рек и водохранилищ в черте города. Среди них лишь три пляжа, оснащены медицинскими и спасательными пунктами. В жаркие дни у нас присутствуют здесь от 200 и выше людей. То есть бывает даже до тысячи доходят. Несчастных случаев здесь и не было. У нас также присутствуют как и спасатели, так же и МЧС у нас рядом. Так что переживать ни за взрослых, ни за детей не приходится. С наступлением жаркого периода года начинается, что называется, и жаркий период работы у спасателей. В прошлом году в водоемах Шымкента в воде утонуло 4 человека. К сожалению, из-за обеспеченности взрослых в воде погибло двое детей. В текущем году, благодаря профилактическим работам сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента, несчастных случаев на воде не зарегистрировано. Для предотвращения трагедии на воде специалисты ведут активную агитационную работу на всех прибрежных зонах города. Они раздают памятки, устанавливают предупредительные знаки в запрещенных местах купания. В купальный сезон в готовности номер один находятся 98 сотрудников оперативно-спасательного отряда. Еще около 40 частных спасателей находятся на постоянном дежурстве в 23 аквапарках и бассейнах города. Кстати, эти объекты раз в неделю предоставляют детям из малоимущих семей право на бесплатное купание. Кроме того, обучают ребятишек плаванию. Как отметили специалисты, чтобы предотвратить несчастные случаи с участием детей, в следующем году в Шымкенте планируется построить сразу три коммунальных пляжа. Отряды экстренного реагирования Кустанайской области переведены на усиленный режим. В регионе готовятся к купальному сезону. Во всех городах уже созданы спасательные посты, а на водоемах проводятся ежедневные рейды. На сегодня для купания оборудовано лишь семь официальных пляжей. На стихийных, где ежегодно регистрируют несчастные случаи, установят дежурные посты. В прошлом году в местах, не предназначенных для купания, утонули 16 человек. Шесть из них – это дети до 18 лет. Особое внимание уделяют зонам, которые прилегают к загородным лагерям отдыха. 12 лагерей, расположенных вблизи водоемов. Для обеспечения безопасности детей на воде будут дежурить общественные спасатели. В настоящее время спасатели Северного Росо осуществляют осмотр и обследование, а также очистку дна водоемов акваторий, расположенных в зоне детских лагерей. Подготовлены 12 единиц плавательных средств, 7 единиц автомобильной и спасательной техники, а также водолазное снаряжение и оборудование. К сезону подготовились и в Актюбинской области. Там обследовано не только дно, но и территория местных водоемов. На опасных участках установлены специальные знаки. В помощь спасателям обучены более 100 волонтеров, пожелавшие в летнее время помогать им. Всего по области готовы почти 50 пляжей. Айсулу Махмутова расскажет подробнее. Во главу угла молодой спасатель Амир Башигарин ставит ценность человеческой жизни. Именно поэтому на протяжении 9 лет рискует своей. Все лето здесь дежурно смотрим за людьми, за детьми, чтобы не тонули. Не заплывали за буйки, не из легких работаем. Численность оперативно-спасательного отряда Актюбинской области сегодня насчитывает свыше 70 человек. Ежедневная опасность и сравнительно небольшая заработная плата не мешает специалистам нести службу достойно. Каждая спасенная жизнь – маленькая победа. Спасателями обследованы дно и территория местных водоемов. На опасных участках установлены специальные знаки. Обучены более 100 волонтеров. Около 50 пляжей уже готовы к запуску купального сезона. Излюбленным местом отдыха юных актюбинцев является река Создинка, протекающая вдоль одной из центральных улиц города. На опасном участке в 2017 погибли трое несовершеннолетних. Недавно здесь также установили запрещающие знаки. В связи с чем специалисты настоятельно просят горожан. Соблюдать правила безопасности на воде, детей не пускать без взрослых. И, конечно, купаться в официальных установленных местах. При соблюдении этих правил, как говорится, требования, надеюсь, что у нас жертвы не будет. Всего в прошлом году на водоемах области утонули 15 человек. Спасти удалось 8. По словам специалистов, 70% посетителей пляжей отдыхают в компании с алкоголем, что в большинстве случаев чревато печальными последствиями. Уже на этих выходных в Актюбинской области ожидается повышение температуры до 30 градусов. Это означает, что пляжи примут огромное количество отдыхающих, а спасатели перейдут на усиленный вариант несения службы. В таком плотном режиме специалисты проработают вплоть до закрытия купального сезона. Айсулу Махмутова, Булат Молдогалеев, Актюбе, Хабар, 24. Чтобы обезопасить детей от несчастных случаев на воде, спасатели Акмолинской области учат их плавать. Причем курсы совершенно бесплатные. Это вынужденная, но эффективная мера, которая может повлиять на печальную статистику. Ежегодно в регионе на воде гибнут по 3-4 ребенка. Ербул Абишев продолжит. Хочу показать вам упражнение, которое научит вас плавать в воде. Спасатель с 10-летним стажем Рустем Мужупов привез детей на озеро. Задача – научить их самостоятельно держаться на воде. Навыки плавания могут спасти им жизни. Я не умею плавать, но спасатели нашего города сейчас нам дают такую возможность научить нас плавать бесплатно. И я думаю, что этим летом я научусь плавать. На сегодняшний момент уже более 300 детей обучены на локом плавании. Это в бассейнах мы провели в зимний период, в весенний период. Сейчас выходим именно на детские пляжи, которые будут с 1 июня развернуты на базу спасательных из наших станций. Принимая во внимание, что невозможно на каждый водоем поставить по профессиональным спасателям, в Акмольской области очень сильно развивается движение добровольных спасателей, ведомственных спасателей. В прошлом году функционировали 52 общественных спасательных поста. Численность подготовленных добровольных спасателей доходила до 183. В этом году это число будет увеличено. В регионе 754 водоема. Всего на четырех из них расположены стационарные спасательные станции. Еще на нескольких есть сезонные и временные. Поэтому уследить за всеми купающимися спасателям очень сложно. Им на помощь идут полицейские. Патрульные экипажи оснащают необходимым спасательным оборудованием. Ножницы для резки электропроводов. Это спасательная веревка. Гидравлические ножницы для резки автомашины. Также для вскрытия двери. Данные машины укомплектованы полностью для нештатных ситуаций. В настоящее время у нас технические работники проводят занятия с личным составом. В части обучения использования этих приборов, вспомогательных средств. Медицинские работники продолжают обучение приемом и методом оказания первой медицинской помощи. Все это связано с тем, что временной промежуток, когда подъедут специализированные какие-то транспортные средства, не прошел даром, чтобы какая-то помощь уже оказывалась. На тот момент, когда прибудут специалисты. Меры безопасности на воде усиливаются. Через пару дней в области стартует купальный сезон. Ербул Абишев, Дамир Берекулы, Анатолий Поляна, Евгений Шинкаренко, Хабар 24, Кокшитал. Позже всех в республике купальный сезон начнется в Атырао. Через две недели. С начала года здесь уже утонули четыре человека. Двое из них дети. А в 2018-м из-за несоблюдения техники безопасности на воде погибли 22 человека, половина из которых школьники. Еще девятерых удалось спасти. Чрезвычайные службы уже перешли на усиленный режим работы. Они будут учить отдыхающих на пляже, как помогать утопающим. А в Атырао всего два оборудованных пляжа. Еще 15 мест считаются опасными для купания. Их взяли на особый контроль. В региональном штабе Батыс 66 сотрудников. Все обеспечены техникой и гидрокостюмами. До летних каникул мы рассказали учащимся школу о правилах купания. Об опасных местах, где запрещено плавать. С 20 мая перешли на усиленный вариант несения службы. Совместно с департаментом полиции выходим на рейдовые мероприятия. С началом купального сезона горячая пора начинается у спасателей. Как они подготовились к нему, мы поговорим о прямом эфире. Гость студии, официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Нурсултан Нур Ахметов. Доброе утро, Нурсултан. Ну вот, несмотря на то, что официальный старт купального сезона будет дан только через два дня, с установлением теплой погоды люди уже начали купаться в водоемах. Сколько несчастных случаев произошли уже с начала года? Доброе утро. С начала текущего года на водоемах страны утонули 77 человек, в том числе 22 ребенка. В частности, из них 24 человека утонули по причине несоблюдения правил при ловле рыб. 11 человек, в том числе 6 детей при купании в необорудованных местах. И 14 детей при падении в воду. То есть оставление детей взрослыми без присмотра. Ну, Нурсултан, как в комитете подготовились к нынешнему купальному сезону? Учтен ли опыт прошлых лет? Оперативно-спасательными отрядами организовано дежурство 53 мобильных спасательных постов. Данные спасательные посты обеспечивают безопасность на водоемах страны, на опасных и неохраняемых участках водоемов. Также для дежурства на частных пляжах за счет общественных спасателей-дружинников, которые прошли специальную подготовку, создано 114 объектовых спасательных постов. На сегодняшний день спасательными подразделениями совместно с местной полицейской службой проведены более 1700 патрулирований и рейдов на местах отдыха у воды, стихийных пляжах, на которых привлечены к административной ответственности 26 человек за распитие спиртных напитков. Также среди населения проводятся работы по раздаче агитационных материалов, более 65 тысяч экземпляров. Это раздача листовок, памяток, брошюр с правилами безопасного поведения на воде. Мурсултан, Вы все рассказываете. Это уже сделана работа с учетом прошлого опыта, печальной статистики. То есть хватит ли достаточно всех этих мер для того, чтобы изменить эту печальность? Если смотреть за прошлые годы, которые были, печальные случаи гибели людей на воде, то есть в тех местах был анализ проведен, мониторинг, и в тех местах были организованы предупреждающие, ну таких запрещающих мест. У нас по стране на сегодняшний день более тысячи, на которых установлены более полутора тысяч предупреждающих знаков и около 400 наглядных стендов, где указаны причины, обстоятельства гибели людей. Ага, вот такие информационные стенды, да? А сколько вообще спасателей по республике готовы приступить к работе с открытием купального сезона этого? И сколько мест для купания организовано в этом году в стране? В режим повышенной готовности переведен весь личный состав спасательных подразделений численностью более тысячи человек. Подготовлены более 400 единиц плавательных средств, свыше полутора тысяч комплектов водолазного оборудования и более двух тысяч единиц спасательных средств. Что же касается, ну, с начала текущего года на водоемах по республике определены официальные места для купания. Это 107 городских и 500 частных пляжей. Вот скажите, Нурсултан, вот мы сейчас говорили о том, что в Павлодаре штрафуют за купание в неположенных местах. Вот, например, а в других регионах такой практики нет и у нас в столице. Как вы думаете, если такая практика будет везде, это действенная мера или все-таки? Ну, по поводу взыскания административного штрафа, то это делается совместно. Рейдовые мероприятия проводятся совместно с местной полицейской службой. То есть есть... А у нас тоже, да, и в столице, и в других регионах везде, да? А, то есть это практика есть, но она не всегда помогает, как мы понимаем, да? Ну, давайте напомним основные правила безопасности на воде, коротко, все-таки еще раз людям. Хотелось бы отметить, что из года в год основной причиной гибели людей на воде является нарушение элементарных правил безопасности на воде. То есть это недооценка собственных сил, неумение плавать, распитие, купание в состоянии алкогольного опьянения, а также оставление детей без присмотра взрослых. Граждане нашей республики, соблюдайте правила безопасного поведения на воде, не купайтесь в запрещенных местах, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, не оставляйте купающихся детей без присмотра на воде, не заплывайте за знаки заграждения, не купайтесь в незнакомых местах. Спасибо большое, Нурсултан. На прямой связи с нами был официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Нурсултан Нур-Ахметов. А мы вернемся к выпуску буквально через минуту. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Рекордное количество ипотечных кредитов выдали в Казахстане. С начала года население оформило жилищных займов на 200 миллиардов тенге. Более подробную картину узнаем у нашего делового обозревателя Ернура Дажанова. Доброе утро, Артур. Приветствую, Вера. К концу апреля совокупные активы ипотечных организаций достигли 546 миллиардов тенге. Это вдвое больше прошлогодних показателей. Ну а подробнее обо всем расскажу через пару секунд. Жилищный рынок страны активизировался благодаря таким госпрограммам, как 7-20-25 и Баспанахид. По ним за год своим жильем обзавелись свыше 13 тысяч казахстанцев. Одним из стимулов увеличения ипотечного кредитования стало снижение процентной ставки вознаграждения. К концу апреля текущего года показатель у банков второго уровня по ипотеке составил 8%, тогда как в прошлом году ставка равнялась 10,5. В целом за 12 месяцев прошлого года банки выдали кредитов гражданам на строительство и приобретение жилья на 525 миллиардов тенге. Эта цифра превысила прошлогоднюю на 47% и стала рекордной за всю историю ипотечного кредитования. К другим новостям. Производство тракторов в Казахстане выросло втрое. С января по апрель этого года отечественные заводы выпустили 215 единиц техники. Но и этих объемов очень мало. 90% потребности рынка все еще прикрывает импорт. Отмечу, основная доля производства сельскохозяйственных тракторов в стране пришлась на Восточно-Казахстанскую область. 75%, еще 25% на Костанайскую. В последнем регионе, к слову, планируют существенно нарастить мощности. После заключения контракта с китайскими партнерами по созданию нового цеха здесь намерены поставлять до 3000 тракторов в год. Их стоимость будет варьироваться от 2,5 до 14 миллионов тенге. К международным новостям. Китайская компания Huawei обратилась в суд с требованием признать незаконным ее внесение в черный список. В корпорации заявили, что ограничения со стороны США противоречат американской конституции. Производители телекоммуникационного оборудования указали, что было нарушено право на судебное разбирательство. Иск правительству США подан в суд Техаса. Компания ходатайствует об упрощенном судебном разбирательстве. Напомню, в середине мая Дональд Трамп распорядился включить Huawei в черный список как угрозу национальной безопасности. Американским IT-компаниям было фактически запрещено любое сотрудничество с китайским гигантом. В первую очередь поставки ему оборудования и программного обеспечения. Под угрозой оказались пользователи смартфонов Huawei, которые работают на системе Android, разработанной Google. Впрочем, потом власти США отложили запрет на 90 дней, чтобы американские компании успели приспособиться к ситуации. Глава китайской компании объяснила атаку США тем, что Huawei технологически вырвалась вперед. Напоследок информация с казахстанской фондовой биржи. Доллар снова устремился вверх. По итогам последних торгов курс американской валюты составил 381 тенге 79 тинов. Вер, на этом у меня все. Эфир снова ваш. Спасибо большое. Это были деловые новости от Ярнура Дажанова. Мы продолжаем. В США студенты инженерной школы Университета Южной Калифорнии самостоятельно спроектировали и произвели успешный запуск в космос, первой в истории любительской ракеты. И в той же Америке самка-анаконда по кличке Анна смогла обзавестись потомством без участия самцов. О чем еще говорят и пишут в мировых СМИ в рубрике «Между строк». Автоконцерн «Фиат Крайслер» предложил французскому Рено создать совместную компанию на паритетной основе, сообщает издание «Файнэншел Экспресс» со ссылкой на заявление итало-американского концерна. Компания уточнила, она предложила Рено полное слияние на равных, то есть каждый участник сделки получит 50% долю в новом бизнесе. Сообщение также указывается, если объединение произойдет, компания станет третьим по величине автопроизводителем в мире после «Фольксваген» и «Тойоты» с годовыми продажами почти в 9 миллионов автомобилей. Предлагаемый союз создаст глобального автопроизводителя, выдающегося с точки зрения выручки, объемов, рентабельности и технологий, что принесет пользу акционерам компании и заинтересованным лицам, говорится в заявлении. Эксперты отмечают, слияние поможет «Фиат-Крайслер» и «Рено» исправить недостатки, которые есть у обеих сторон. Например, у «Фиат» высокодоходный бизнес по производству пикапов и внедорожников в Северной Америке, но компания теряет деньги в Европе из-за ужесточения норм выбросов углекислого газа. «Рено» же, напротив, является пионером в области электромобилей, но у концерна нет американского бизнеса. По словам финансовых экспертов, рыночная капитализация «Фиат-Крайслер» составляет 20 миллиардов долларов США. «Рено» около 17 миллиардов. Отмечается, закрывать заводы в результате слияния не планируется. В США студенты инженерной школы «Витторби» Университета Южной Калифорнии самостоятельно спроектировали и произвели успешный запуск в космос первой в истории любительской ракеты «Тревелер-Фо», сообщается на веб-сайте учебного заведения. В опубликованном в мае отчете, посвященном успешной миссии, говорится, В течение первых 11,5 секунд полета, прошедших с включенным двигателем, одноступенчатая ракета развила скорость 5,1 числа маха. После чего «Тревелер-Фо» потребовалось еще 140 секунд, чтобы достигнуть высоты более 103 километров. Внутренний анализ показывает, студенческий корабль «Тревелер-Фо» пересек линию «Кармана», которая представляет собой международную границу космоса на высоте примерно 100 километров над уровнем моря. Проведенная оценка с 90-процентной уверенностью подтвердила это достижение, сообщают представители университета. В создании космического корабля участвовали свыше 90 студентов лаборатории ракетных двигателей. Этот проект занял около 15 лет и более миллиона часов работы. В школе также отметили, многие выпускники, которые начинали работать над ракетой, уже сотрудничают с американскими крупными корпорациями, такими как SpaceX и Blue Origin. Творческие личности отличаются от других людей умением пользоваться теми участками головного мозга, от которых зависит работа воображения. Исследователи из университета в штате Нью-Гэмпшир считают, возможно, им удалось понять, что происходит, когда мы отпускаем на волю плоды своих фантазий, и что ограничивает способность представить себе отдаленные от нас варианты ситуации. Подробнее на страницах Scientific American. Чтобы понять, почему креативные работники способны так живо представлять себе отдаленные или гипотетические реальности, ученые провели серию из трех экспериментов. В первом они попросили 300 случайно отобранных участников представить себе, как будет выглядеть наша планета через 500 лет, каким будет мир, в котором континенты не распадались, и какой будет жизнь, прожитая злым диктатором. Затем исследователи повторили эти тесты со 100 участниками, продемонстрировавшими наличие определенного опыта в использовании творческих способностей, писателей, актеров, режиссеров и художников с наградами в своих областях. Творческие работники превзошли своих соперников в письменных ответах и в собственных рассказах о том, насколько живо они могут представить какую-то ситуацию в своем воображении, резюмируют итоги опроса американские исследователи. И предложили такое объяснение. Возможно, творческие деятели просто обладают более сильными мышцами воображения, как, например, игроки в бейсбол обладают более сильными руками, в отличие от тех людей, которые не занимаются спортом. В США самка анаконда по кличке Анна смогла обзавестись потомством без участия самцов, сообщает Daily Mirror со ссылкой на сотрудников змеиного питомника. По их словам, анаконда находилась в серпентарии одна, без самцов, однако недавно у нее появились детеныши. Такое возможно благодаря партоногенезу, одному из видов размножения, при котором взрослый организм развивается из яйцеклетки без оплодотворения, сообщают работники террариума. Отмечается, большая часть потомства погибла, в живых остались лишь двое детенышей, которые являются генетическими клонами матери. Уточняется, такая форма размножения характерна для насекомых. Что касается змей, то это второй в истории случай для анаконд. Вы смотрите новости, мы продолжаем. В Северной Корее процветают коррупция и репрессии. Об этом говорится в докладе Организации Объединенных Наций. По словам Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачерец, северокорейцы вынуждены платить взятки чиновникам, чтобы их не направили на неоплачиваемые должности, которые распределяет государство. Также почти половина населения страны, а это больше 10 миллионов человек, постоянно не доедают. Ранее ООН предупредила, что ситуация может ухудшиться, поскольку в стране ожидается самый плохой урожай за десятилетия. В свою очередь Пхеньян назвал отчет политически мотивированным. Он заявляет, что тяжелая гуманитарная ситуация в стране объясняется с санкциями ООН, наложенными из-за ядерной программы еще в 2006 году. Доклад основывается на информации из первых рук, которую предоставили больше 200 человек, бежавших из КНДР. Они рассказали, что были лишены базовых вещей, таких как еда, вода, здравоохранение, жилье, работа, свобода передвижения. По их словам, получить эти вещи можно было, только подкупив государственных чиновников. Бывшего главу британского МИДа Бориса Джонсона вызвали в суд. Иск против него подал бизнесмен Маркус Болл. Джонсона обвиняют в клевете по Брексит. По словам Маркуса Болла, экс-глава МИДа манипулировал фактами и обманывал жителей страны, уверяя, что Великобритания после выхода из Евросоюза будет получать по 300 миллионов фунтов стерлингов в неделю, которые до этого якобы уходили в ЕС. Как утверждает бизнесмен, Британия никогда не платила такую сумму ЕС. При этом бывший глава внешнеполитического ведомства все обвинения отрицает. 22 миллиона долларов собрали сторонники Дональда Трампа на возведение стены на границе с Мексикой. Средства удалось собрать благодаря краундфандинговой кампании в интернете. Строительство заграждения уже началось. Отмечу, кампания по сбору денег началась после того, как американский Конгресс отказался выделить финансирование на постройку стены. Ее возведение было одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа. 60 контейнеров с пластиковыми отходами общим весом 3000 тонн скопилось в крупнейшем малайзийском порту в пригороде Экланга. Весь мусор нелегально ввезен из 14 стран, таких как США, Великобритания, Канада, Франция и другие. По словам министра окружающей среды Малайзии, все отходы вернут экспортерам. Отмечу, после того, как в прошлом году Китай запретил ввоз пластиковых отходов, его незаконно начали привозить в Малайзию. Это стало причиной открытия сотни нелегальных заводов по переработке мусора в стране, большинство из которых сжигают отходы, а это вредит экологии и здоровью местных жителей. С июля прошлого года малайзийские власти закрыли уже 150 нелегальных предприятий по переработке пластиковых отходов. На всемирной выставке в Дубае в следующем году ожидается до 25 миллионов посетителей. Об этом стало известно в ходе Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, где о подготовке отчитались страны, планирующие принятие экспо в ближайшие годы. Казахстанская делегация также участвовала в работе ассамблеи. Известно, что на всемирной выставке Казахстан представит один из самых больших павильонов. Это станет логичным продолжением большой работы, которую проделала республика в ходе организации экспо в Астане. Казахстанскую выставку считают одной из лучших, поскольку она не только качественно поддержала тренд на развитие зеленых технологий в мире, но и стала большим вкладом в развитие столицы и становление национального самосознания. Вы знаете, выставка экспо в Астане не является международным событием, которое уже прошло. Это проект, который существует до сих пор. Это видение вашего первого президента. И это видение продолжает изменять страну. Я думаю, что в случае с экспо в столице граждане должны понимать и осознавать важность этой выставки, ее значимость для Казахстана. Широкомасштабные военные учения завершились в Тайване. Тренировочные полеты прошли на национальной автостраде. Там солдаты военно-воздушных сил на истребителях отрабатывали взлет и посадку. Были задействованы такие модели самолетов, как F-16 V, Mirage 2000 и самолет раннего предупреждения E-2K. После каждой посадки самолет заправлялся топливом и дальше продолжал полет. Последние такие тренировки проводились пять лет назад. Отмечу, в этом году с помощью Соединенных Штатов Тайвань модернизирует около 150 своих самолетов. Стоимость проекта составляет больше 3,5 миллиарда долларов. В Мангоставской области насмерть сбили мужчину. Инцидент произошел на трассе Актау-Акшукур. Тем временем в Атырау задержали домушников, обчистивших 35 квартир. А карагандинские полицейские расследуют громкое убийство 59-летнего жителя села Атасум. Об этих и других событиях в ронике происшествий. В поселке Атасу Карагандинской области обнаружен труп 59-летнего мужчины. Житель села скончался от огнестрельного ранения. Специально созданная группа расследует убийство в Женаркинском районе. Обстоятельства громкого преступления выясняют опытные оперативники. Для раскрытия преступления создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников департамента и отдела полиции Женаркинского района. Ход расследования находится на контроле руководства полиции и прокуратуры области. 12-летний мальчик утонул в Таразе. Инцидент произошел на канале Капал. По информации департамента ЧАЭС, там купались двое детей. Второго мальчика спасли очевидцы. В извлечении тела ребенка было задействовано 9 человек. С начала года в Жамбылской области зарегистрировано два трагических случая на воде. Оба погибших дети. В Магисталской области насмерть сбили мужчину. Инцидент произошел на трассе Актауа-Кшикур. По информации очевидцев, водитель легковожки совершил наезд на мужчину, который скончался на месте ДТП. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть. Подробности аварии выясняют полицейские. Сотрудниками полиции задержаны двое жителей Жилыойского района, которые подозреваются в совершении ряда квартирных краж в городе Атырал. Домушники проникали в квартиры путем отжимок пластиковых окон и забирали все, что могли унести с собой. Установлена причастность задержанных граждан 35-ти квартирным кражем. Для опознания своего имущества потерпевших просят обратиться в городской отдел полиции, подозреваемые взяты под стражу. Начато на судебное расследование. В Актау за одну ночь полиция приостановила деятельность более 20 нелегальных игорных заведений. Оперативная группа ликвидировала самое крупное игорное заведение, расположенное в одном из торговых центров в 6-м микрорайоне. Аналогичные рейды пройдут во всех районах области, отмечают правоохранители. К слову, за последние полтора года пять игроманов региона наложили на себя руки из-за крупных проигрышей в игорных заведениях. Обеспечение безопасности миротворцев ООН обсуждали на симпозиуме Организации объединенных наций по технологиям в области миротворчества. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны. Мороприятие прошло в столице. Участники симпозиума рассмотрели перспективы использования технологии Суббисад для решения миротворческих задач. В качестве примера был приведен опыт Казахского национального университета имени Аль-Фараби по созданию первых казахстанских наноспутников. Обсуждали в столице и расширение партнерских связей в миссии ООН. Не менее важной темой стало противодействие самодельным взрывным устройствам и внедрение телемедицины. Кроме того, на симпозиуме выступили ученые с докладами, в которых важная роль была отведена научным кругам и институтам, исследующим применение технологического и инновационного потенциала для удовлетворения конкретных потребностей миротворческих операций. По итогам работы данных симпозиума экспертам будут выработаны конкретные рекомендации по улучшению работы организации, по обеспечению безопасности миротворцев ООН в различных полевых миссиях и операциях этой организации. Я хотел бы отметить, что в каждой из рабочих групп, позвученных мной, участвуют представители казахстанские, в том числе от вооруженных сил. Алматинцы начнут распоряжаться бюджетными деньгами. Уже этим летом жители мегаполиса получат возможность решать, на что тратить государственные средства. И все это будет проходить в онлайн-режиме, абсолютно прозрачном. Сама идея очень понравилась горожанам, но пока непонятно, каким образом все они будут распределять местный бюджет. Ведь сколько людей, столько и мнений, и каждому захочется принять участие. В тонкостях народного проекта разбиралась Индира Уразалинова. По 500 миллионов тенген на каждый район мегаполиса, а их известно в Алматы 8. Вот и будут теперь горожане сами делить бюджетные деньги. Раньше о таком алматинце могли только мечтать и писать в соцсетях. А сейчас жителям дадут реальную возможность распорядиться средствами из госказны, так как они посчитают нужным. И это вовсе не пустые идеи. Проект практически готов к запуску. Уже в следующем месяце его протестируют. После апгрейда на сайте open-defisalmaty.kizet появится новая закладка, где и будут распределять бюджетные деньги. Мы сейчас сделаем модуль на портале отдельный. Там будет бюджет участия. Он будет заходить в данный модуль. Ему будет на выбор даваться перечень проектов, которые мы можем профинансировать. Он будет кликать. Мы определим типовые проекты. Сразу он будет видеть примерную стоимость проекта. Кликать надо на сайте open-defisalmaty.kizet. Там же горожане, изучив планы властей, смогут проголосовать за те проекты, которые посчитают наиболее важными. И на том же веб-портале Акимы и руководители управления будут рассматривать предложения самих алматинцев. Правда, одних только красивых едей недостаточно. Любые инициативы придется подкреплять чертежами и расчетами. Без сметной документации проект отправится в корзину. Во-первых, ты чувствуешь, что ты сопричастен. Акимат, может быть, с одной стороны видит это так, в тиши кабинета. А мы жители, я в своем дворе, я лучше знаю, что мне нужно. Мне нужна площадка, именно вот такая площадка. Я хочу, чтобы было больше тренажеров. Мнение горожан на местах, оно может дать более объективную оценку, оценку потребности того района и того двора. Проект народного участия в распределении денег налогоплательщиков хорошо работает в соседней России, на Украине и технологичной Южной Корее. В Казахстане алматинцы первыми опробуют новинку. Каково это? За чиновников решать? На что потратить каждой бюджетной тенге? Говорят, даже блогеров спросили, как лучше сделать. Мы активно ведем подготовку. Уже проведено порядка четырех встреч с членами общественного совета, с блогерами, которых мы обсуждали. Они, в свою очередь, посредством соцсетей размещают информацию о проводимой работе, получают обратную связь от жителей, от населения нашего города. Порядка двухсот предложений мы уже получили на сегодня. Все мы их сейчас рассматриваем, обсуждаем. Авторы проекта дорабатывают последние нюансы, хотят сделать функционал максимально простым, чтобы любой алматинец мог принять участие в распределении местного бюджета. Интервью Розалинова, сержант Жумабаев, Алматы, Хабарт 24. А сейчас и самое интересное из мира культуры и искусства. Программа «Культ твоя» ждали. В Национальном музее Республики Казахстан состоялся круглый стол, посвященный выдающимся личностям Канышу Сатпаеву, Альке Маргулану и Кемалю Акишеву. Наша основная задача – рассказать молодому поколению о вкладе этих выдающихся ученых-исследователей. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение и все граждане нашей страны росли с четким пониманием о наследии, которое они нам оставили. В работе круглого стола приняли участие известные ученые исследовательских центров и университетов. С их помощью мы постараемся разобрать некоторые работы ученых и оценить будущее казахстанской археологии. Основная деятельность казахстанского археолога, доктора исторических наук Кемаля Акишева проходила в степной полосе Сыроарки и северных регионах Казахстана. В период с 1953 по 1956 год им был сделан один из самых фундаментальных вкладов в историю страны. Тогда еще совершенно молодой коллектив археологов были первыми, кто вообще в рамках всей мировой археологии создал археологическую карту для огромной территории, в данном случае тогда Казахская ССР, но сегодня можно говорить Республике Казахстан. В эту археологическую карту вошло 5000 памятников, они имеют точную географическую привязку. И для нас на сегодняшний день эта карта является настольной книгой. Стоит отметить, что у всех трех ученых есть последователи среди молодого поколения. Вклад казахстанского археолога, доктора исторических наук Кемаля Акишева в развитии и становления науки в стране велик. Для НИИ археологии имени Акишева в частности, я думаю, что одним из таких знаковых памятников, которые исследовал Кемаля Акишевич или открыл Акишев, это такой бренд нашей столицы, так называемый городище Бузок. И очень, так сказать, отрадно, что в этом году, в 2018 году вернее, правительство нашей страны приняло постановление о создании музея-заповедника Бузок. Городище Бузок является бывшим политическим и духовным центром Сарыарки, считают специалисты. В данный момент ведутся работы по созданию макета-заповедника и формированию научного персонала. В столичном театре Жастар прошел премьерный показ комедии «Кудалар». Произведение узбекского драматурга под названием «Алтын-дуал» было представлено зрителям в постановке заслуженного деятеля Казахстана Нурканата Жакбая. Это очень интересная постановка. Вечер полон юмора и шуток. Вся постановка построена на всем нам знакомых бытовых шутках. Я не ставил задачу создать спектакль, который погрузит зрителей в какие-то размышления, покажет проблемы общества. Я хотел, чтобы гости вечера получили хорошее настроение и посмеялись от души. Данная постановка рассказывает о двух соседях, которые хотят поженить своих детей. В ходе спора о том, как и где проводить торжество, будущие сваты решают снести забор между двумя домами. Внезапно старики находят золото. И вот здесь начинается самое интересное. В Алматы стартовал прием заявок на конкурс композиторов Казахстана «Алтын-Ар-2019». Конкурс посвятили тысячелетию Алматы, а также 75-летнему юбилею Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Номинация этого конкурса – произведение для ансамбля скрипачей с аккомпанементом. Причем аккомпанемент может быть на усмотрение композитора совершенно любым. В этом году нет никаких возрастных ограничений, и композиторам нужно представить только ноты. То есть в прошлом году обязательно нужны были еще демозаписи. В этом году мы сделали так, что на первом этапе судейства ансамбль скрипачей под руководством Корван Халиловой, художественного руководителя, они каждое произведение разберут и сами запишут. Участники конкурса могут прислать до двух произведений. Казахские национальные мотивы – это обязательное требование. Заявки принимаются онлайн на сайте конкурса до 1 июня. В завершении выпуска – афиша ближайших событий. 31 мая в столице труп отбилисского государственного русского драмтеатра имени Грибоедова даст спектакль «Алжир». 31 мая в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая состоится постановка «Кармен». 31 мая в театре имени Аймаутова пройдет спектакль «Оян-казах, ойлан-казах». О том, как будут развиваться события этого дня, покажет «Хабар-24». Оставайтесь на нашем канале в 9. Не пропустите новости на казахском языке. До встречи.